Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Market, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 9.00 по GMT данные по ВВП Германии, далее в 10.00 по GMT статистика аналогичная по еврозоне. В 12.15 по GMT отчеты DP по состоянию американского рынка труда, который подготовит нас к суперважному релизу этой пятницы Non-Farm Perils. Также в 12.30 по GMT выйдут годовые данные по ВВП США, что может привнести еще больше в латинистинные финансовые рынки. И я надеюсь, друзья, что при определенном характере данных мы наконец-таки увидим ослабление курса американского донора. Потому что тот же самый DP сегодня вряд ли порадует покупателей. Еще одно важное событие текущей торговой сессии в 12.45 по GMT – это представление бюджета Англии. Уже две недели я говорю о том, что этот инфоповод, это событие, ивент, может оказать значительное влияние на британскую валюту, потому что есть риск анонса повышения налогов, что может спровоцировать миграцию бизнеса в перспективе последующих шести месяцев и больше. Это негативная динамика потенциальная для британского валютного актива и пара фунт-доллар, которая сейчас пытается обосноваться на отметке 1.30. Друзья, призываю вас сегодня точно не торопиться с открытием каких-то позиций. Лучше подождать за реакцией рынка на это событие и уже действовать постфактум. Индекс доллара текущей котировки 104.15. Опять же, те же самые уровни, что я констатировал в ходе прошлого брифинга и в начале недели. Рынку, как и ранее, нужны дополнительные фундаментальные триггеры, и, как я отметил, сегодня этот триггер появится. Статистика по EDP точно станет причиной интересных движений американского доллара. Каждый значимый релиз мы анализируем через призму влияния на действия Федеризерва, касающиеся ключевой процентной ставки. И ни для кого не секрет, что пока дорожная карта предполагает ожидание двух снижений ставки в ноябре и декабре. Я думаю, что с этой дорожной картой мы и будем дальше работать. Но на статистику обращаем по-прежнему очень много внимания, потому что чем больше мы накопим слабых релизов до конца этого года, тем больше у нас будет оснований перейти в 2025 год и рассчитывать на то, что американский регулятор при определенном стечении обстоятельств вернется к более агрессивному снижению ключевой процентной ставки. Причем на одном из заседаний в первом квартале американский регулятор сможет рассмотреть возможность снижения ставки на 50 базисных пунктов. ADP, сегодняшний отчет, это своего рода репетиция перед выходом данных по нонфарм Пэрлс. Поэтому, если экономисты, аналитики окажутся правы, сегодня мы увидим скромный прирост в 100-100 с небольшим тысяч, я думаю, что можно будет смело уже говорить о том, что пятничные нонфармы также разочаруют. И это должно спровоцировать распродажи американской валюты. Золото – 1780 долларов за отруйскую лунцию – новый исторический максимум. Очень рискованная сделка, которую мы решили провести накануне, с учетом того, что индекс ограниченных настроений «Амаркетс» подсказал нам, что можно использовать и как можно действовать, точнее сейчас, в условиях, когда новостной фон не дает нам хороших вводных для принятия торговых решений. Мы знаем, что есть куча факторов, которые сейчас и поддерживают рынок драгоценных металлов, но и, с другой стороны, есть фундамент, на основании которого сейчас нужно золото шоротить. Поэтому в таких условиях третейским судьей является именно сантимент. Вчера были значения примерно 25-26%, то есть меньшинство было в длинных позициях. Сегодня по сантименту, друзья, 24% в длинных позициях. То есть меньшинство остается на стороне лонгов, и мы должны быть тоже на стороне меньшинства, потому что рынок так устроен, что он никогда не даст заработать на толпе. И в данном случае движение вверх я рассматриваю как наиболее приоритетное. При этом целевой отметкой уже является значение 2800 долларов за тройскую унцию. Более чем реальный целевой ориентир, потому что золоту ничего не стоит прошагать там несколько десятков долларов в рамках одного дня. Хочу отметить то, что рост золота усилился на фоне даже небольшой коррекции по доходности американских трежер. С 10-летней облигации отступили с локального максимума 4,3%, 24,25%. Я жду, когда же все-таки мы увидим обвал доллара, снижение доходности, трежер из более агрессивное возвращение, показатели 10-леток в районе отметки 4%. Вот тогда золото может получить еще большую поддержку. И мы заговорим о былых целях. От сети САКСа 3000 долларов за тройскую унцию. По другим финансовым активам пара фунт-доллар уже сказала, что все зависит сегодня от реакции рынка на представление бюджета. Я за идею развития нисходящей динамики и за то, что фунт может очень быстро потерять от 100-150 пунктов. Но, честно говоря, какой-то торговой активности пока не предпринимаю. Доллар канадец 1,3920. 80 пунктов до нашей долгосрочной цели 1,40. Фундамент тот же. Рынок заряжен на идее, скажем так, еще одного агрессивного снижения ключевой процентной ставки канадскими регуляторами на 50 байсных пунктов в декабре. И поглядывает на прогнозы, которые были даны Банком Канады, относительно замедления экономического роста, ухудшения ситуации на национальном рынке труда и ожидания по инфляции, которая стабилизируется в пределах целевого диапазона. Напомню, что еще несколько месяцев назад индекс потребительских цен в Канаде был на отметке 2,6%, а сейчас уже на уровне 1,6%. И это дает возможность канадскому регулятору действовать смело и в данном случае не останавливаться на этом пути последовательного, поэтапного или даже ускоренного смягчения национальной монетарной политики. Потому что в каждом учебнике экономической теории будет прописано, что для того, чтобы улучшить ситуацию на рынке труда, нужно улучшать ситуацию на рынке аккредитования. Доллар-франк 0,8675, в эту пятницу выйдут данные по инфляции. Я жду очередное снижение показателей, уже много раз вам говорил. И снижение данных по инфляции можно будет прямо поставить за знак равно снижение ключевой процентной ставки в Швейцарии. И это должно создать условия для роста пары доллар-франк и ослабления швейцарской валюты. Цель 0,88 и выше. Доллар-иена 153,30, восходящая динамика в приоритете. Ждем заседания Банка Японии уже завтра состоится. Я думаю, что во время моего заточного брифинга уже можно будет подвести определенные итоги. Но, конечно же, изменение процентной ставки на текущем этапе не прогнозируется. В целом, дорожная карта предполагает, что ставку повысит в первом квартале 2025 года и в третьем. В совокупности на 50 байсных пунктов. Поэтому нейтральный уровень ключевой процентной ставки в Японии сейчас находится в диапазоне 0,75-1%. Мы вернемся, друзья, к идее повышения ставки и к тому, что иена должна будет извлечь максимум выгоды из этого. Но сейчас мы работаем с фактом публикации слабых данных, замедления инфляции и, конечно же, существенной политической неопределенности, которая возросла после того, как либеральная демократическая партия так и не смогла удержать большинство впервые за последние 15 лет. Это значит, что нужно будет искать какие-то мосты для того, чтобы прийти к компромиссу, договориться с другими оппозиционными партиями. Для нас это неопределенность относительно состава правительства и, в том числе, будущего вектора иммунитарной политики Банка Японии. И я могу предположить, что на самом деле сейчас либеральная демократическая партия в углове ССИБ может начать проводить какие-то популистские меры, направленные на увеличение расходов на соцобеспечение, снижение налогов, чтобы хоть как-то повысить доверие к себе. И это все меры, которые могут дальше разгонять инфляцию. Но, опять же, мы знаем, как будет Банк Японии впоследствии бороться с ростом инфляционного давления. Пока, друзья, держим целевую отметку 155 иен и следим за развитием событий. Рынок нефти 71.10. Ответ Израиля оказался совершенно нейтральным и без каких-либо негативных последствий для нефтяной инфраструктуры Ирана. И я думаю, что Иран из-за того, что ущерб незначительным, вовсе откажется от каких-либо дальнейших ответных мер, что снижает риск перебоя поставок ближневосточной нефти именно на глобальный рынок. И нужно иметь в виду, что при таком фундаменте, который создает условия для развития нисходящей динамики, если у нас еще есть сантимент указывать на то, что толпа заигралась с длинными позициями, то тогда очевидно, здесь путь и дорога вниз открыт. И, соответственно, цель 70 долларов за баррель является более чем реалистичной. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!